Всем привет! Меня зовут Елена и Вы на моём визуальном канале. Сегодня у меня очередной тег «Ответы на вопросы». Название тега я подпишу обязательно. Автор данного тега Александр Манёнок. Надеюсь, я правильно прочитала фамилию. Если что, извините. Данный тег я услышала у Марьи Искусницы. И, в общем, кому интересно, я оставлю ссылочку на автора и на Марию. В общем, кому интересно, проходите, знакомьтесь с их творчеством. Так, в данном теге сейчас я посмотрю 12 вопросов. И мне вопросы показались довольно-таки интересными. Как раз-таки познакомишься ближе, можно познакомиться ближе со мной, как с блогером, да, как связальщицей. Можно я буду так называть. Мне так как бы лучше, проще. В общем, первый вопрос. Как Ваша семья относится к Вашему хобби? Моя семья нормально относится к моему хобби. Вначале, когда я только-только начала вязать и скупала, в общем, пряжу, моточки, журналы. Раньше не было интернета. Я покупала в основном журналы. Спицы, крючки. Как-то муж мне ничего никогда не говорил. И с того момента появилось, что я всегда, если нужно, я беру, покупаю, конечно, спрашиваю у него. Иногда бывает даже и не спрашиваю, потому что то, что касается вязания, как бы он мне никогда не запрещает. В этом плане мне повезло. Спасибо моему мужу. Когда, конечно, какая-то глобальная покупка, и она мне действительно необходима, я, конечно же, спрашиваю у него. Вот. И, конечно же, моя семья хорошо относится к моему вязанию. Сейчас у меня еще дочка, ей 6 лет. Она начала учиться, захотела, как бы изъявила желание учиться вязать. Да. Да, вот она поддакивает сидит. В общем, она учится. Сейчас пока учится крючком только. И я думаю, что она будет с мамой зимними долгими вечерами что-то колупаться, вязать. Создавать новую красоту. Да, Катюша? Я умею вязать. Да, умеешь, дочка. Молодец. Вот. Дальше. Второй вопрос. Поддерживают и помогают ли вам родные и близкие люди в вашем хобби? Ну, что вы уж совсем поддерживали или помогали, наверное, по крайней мере, как бы не запрещают. Это уже большой плюс. А то, что помогают они мне или нет. Ну, иногда бывает, что я попрошу, например, кого-то перемотать, ну, чаще всего старшего сына, перемотать, мне какой-то клубочек помочь. Пасмы в моточек, да, ниточки. Это, да, могут помочь. А так, в принципе, я больше ничего никому не, как бы, не то, чтобы не доверяю. Ну, мне самой нравится все делать, без исключения то, что связано с вязанием. Сейчас у меня моим хобби еще стало бантики. Там, конечно, мне Катерина помогает, дочка. И мы с ней делаем частично вместе. Она мне выбирает, например, цвета, что она хочет, а я ей создаю красоту. И также она тоже учится сама кое-что создавать. Так, поддерживают ли, помогают ли вам родные и близкие люди в вашем хобби? Ну, наверное, большая поддержка – это то, что хотя бы не мешают. Не то, чтобы не мешают, а не запрещают. Я так считаю. Мой такой будет ответ. Третий вопрос. Любят ли носить, использовать ваши изделия близкие? Ну, по крайней мере, то, что я вижу младшим детям, они носят. Потому что пока еще не умеют, наверное, выбирать. Не то, чтобы не умеют, а носят то, что предложит мама. А так сейчас вот дочка, она уже постарше, ей 6 лет, она уже сама выбирает. Может, и модельку предложить. Мама, ты можешь мне такое связать? И цвет из того, что у меня есть, я говорю, Катюша выбирай цвет, она выбирает, я уже ей вяжу. Да, бывает и такое. Сыночек, конечно, он еще по-младшему, маленький, да, он у меня еще пока не выбирает. Но все равно иногда я у него спрашиваю, какой цвет тебе больше нравится? Так, в принципе, нет. Муж у меня как-то очень довольно-таки равнодушен к моему, к моим изделиям. То есть, как бы он вяжет, он хвалит то, что молодец, молодец, там красиво, что, но сам не носит. Я ему и не вяжу. Может, потому что я ему не вяжу, он и не знает, что может получиться какая-то там, например, красота, да. И поэтому, нет, муж мой не сторонник вязаных изделий, сын еще куда, старший сын еще может по, как бы, одеть что-то, шапку или что-то, но нет. Старший, а так, так, любит ли носить, использовать ваши изделия близкие? Ну, по крайней мере, вот, что я дарила, то я вижу, что лежат, например, эти же салфеточки или что-то, то я вижу, что лежат, люди используют. Есть моменты, грязные вещи, я знаю, что мои вещи распускают, но это уже отдельная история, и, то есть, как бы, мне неприятно этого. Тогда лучше вообще не заказывайте и не просите связать, чем распускать, и я потом об этом узнаю. Вот, четвертый вопрос. Делитесь ли вы своими переживаниями или неудачами с родными? Ну, как правило, это муж, то, что я могу ему сказать. Был заказ, я его исполнила, связала, а человек отказался. Это, конечно же, неприятно, но такое тоже может быть. Поступил заказ, я его выполнила, показала мужу, он, как бы, оценил, да, нет, красиво или нет, чтобы он поменял. Или я спрашиваю сама, хочу оценку со стороны. А так, в принципе, переживаниями могу только поделиться с мужем, наверное. Больше ни с кем была у меня вязальная подруга, которая жила в нашем городе, но сейчас они уехали, и как-то наше общение на эту тему сошло на нет. А так, в принципе, я ей тоже показываю, и она тоже вязальщица, и могу у нее что-то спросить, либо могу у нее какого-то совета попросить. Она потому что вяжет намного дольше меня. Мадина, привет, если ты, кстати, меня смотришь. Вот, дальше, следующий вопрос. Пятый. На праздники вы дарите вязаные изделия или лучше купить обычный подарок? Ну вот я выше уже говорила, что иногда я дарю что-то такое незамысловатое, салфетка. Либо вот первое, то, что я научилась вязать крючком, вот я училась самоучкой крючком. Первое, то, что я как бы научилась, это были у меня моим двум снохам, получается, да, у старших братьев, жена. Первое, что я связала крючком, это были два, наверное, сейчас это называется бактусы, но это были как бы мини-шали, палантин, нет. Это была шерстяная пряжа, и первый я связала буквально там за вечер, за вечер я связала одну шаль, и на следующий день я приделывала кисточки. Мне очень понравилось, и с того момента меня зацепил крючок конкретно. Я вяжу крючком, мне кажется, даже больше сейчас, чем спицами. Хотя, говорю, что я самоучка как и крючком, так и спицами. И также вот обычный подарок, либо купить в магазине, либо вязаный. Племянницам, маленьким деткам я могу подарить бантики, игрушку, я сейчас также вяжу игрушки. А взрослым, конечно, лучше, наверное, подарить купленное что-то, потому что не всех вкусов я знаю. Не всем можно угодить, например, а связать то, что потом будет лежать. Мне просто это как бы жалко времени на это тратить. Вот. Следующий вопрос. Шестой. Есть ли у вас четкий распорядок времени в вашем хобби-увлечении? Я скажу, что нет. Потому что я вяжу тогда, когда мне есть на это время, когда у меня есть на это настроение. И я чередую пиццы, крючок, игрушки, бантики. Я это также чередую. Потому что все в раз делать нереально. И хочется делать все. И поэтому я чередую. Сейчас опять конкретно подсела на бантики. У меня период был, что я их не делала какое-то время. Я соскучилась по изготовлению бантиков. Сейчас мне хочется вновь делать что-то такое вот интересное для дочки, на продажу и вообще для души. Так. Как часто вы ставите в приоритет ваше хобби над семейными делами? Как часто, как часто. Нет, сначала семейные дела обязательно. Раньше вообще было такое у меня. Не прибрано, либо не помыта посуда. Я не могла сесть и повязать хотя бы рядочек. А сейчас могу чередовать. Если я знаю, что в течение дня мне не удастся повязать. К примеру, я минут 40-45 что-то делаю по дому. Сажусь и 15 минут вяжу. Не важно что. Спицами, крючком. 15 минут строго. Потом опять начинаю что-то делать по дому. И опять сажусь, повяжу минут 15. Если я точно знаю, что мне сегодня не удастся повязать, то я в течение дня вот так вот делаю. Но это стало совсем недавно. Раньше я так не делала. То есть я тоже сама себе совершенствуюсь. Смотрю, как мне удобнее, как мне лучше. Но в принципе нет. В принципе, конечно же, сначала семейные дела. А потом уже вязание. Следующий вопрос. Тратите ли вы семейный бюджет на хобби? Или есть вязальный бюджет только под это занятие? Нет, у меня нет вязального бюджета только под это занятие. Когда мне что-то нужно, я могу, конечно же, посоветовавшись с мужем, заказать. Если мне это конкретно нужно, очень нужно, то, конечно же, я выделяю деньги из семейного бюджета. А так, денежки, которые поступают мне от продаж, каких-то изделий, либо бантиков, либо что-то еще, я, конечно же, могу пустить и на свое хобби, и также могу пустить на сходы для дома. То есть, конкретно четких у меня нет. Таких моментов, что вязание это только для вязания. На хобби, на семейный бюджет такого нет. Денежки могу выделить и из семейного бюджета, конечно, в меру. Знаю, конкретно надо что-то купить, вот заказ какой-то срочно поступил или что-то, тогда, конечно, я выделяю. Если я знаю, что у меня компенсируется это, да. Потому что пряжи у меня сейчас достаточно, и ленточек я закупила довольно-таки нормально, что мне пока ничего не нужно тратиться, так по мелочи подкупаю. Вот сейчас выходит из строя спицы у меня, мне хочется подкупить спицы, потому что у меня спицы обычные, наверное, это называется гамма, я уже не помню даже производителя, покупала их очень давно, и они выходят из строя тросик, в моменте соединения, где спица соединяется с тросиком, те места уже начинают пряжиться, мне это очень не нравится, и хочется поменять некоторые спицы. Вяжете ли вы в гостях или на мероприятиях? Да, я могу пойти в гости связать, пусть даже я его в руки не возьму, но оно будет у меня с собой, оно будет душу греть, что я взяла. Бывает такое, что я могу и повязать хотя бы рядочек в гостях, но не везде. Скажу так, иногда хочется просто сходить в гости и отдохнуть, отвлечься как-то, отвлечь глаза даже маленечко, чтобы отдохнули они, да. Но иногда бывает такое, что я беру с собой вязание. На мероприятия, наверное, нет. Я никогда не была на мероприятиях, на которых я вязала. Нет, там конкретно без вязания. Так, берете ли вы вязание в отпуск? Конкретно куда-то в отпуск я не ездила, чтобы брать с собой вязание. А так, если это позволяет, было такое, что я и на пляже вязала, ничего в этом такого зазорного не вижу. Пусть даже, я там видела, несколько женщин тоже вязали, например, человека два я видела всего вместе со мной. То есть и на пляже люди вяжут, отдыхая, загорая около моря, да. И, в общем, ничего в этом зазорного не вижу. Так, и спокойно отношусь к вязанию на публике. Посмотрят, удивятся, некоторые там подумают что-то свое, но мне, как бы, я вяжу абсолютно нормально, к этому отношусь. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас далеко идущие планы по вязанию на будущее? Нет, я не люблю планировать, не люблю что-то создавать долгосрочное, долговременное, потому что, как правило, это у меня не заканчивается удачей, да, как бы, не то чтобы удачей, а не заканчивается итогом положительным. Загадывать я не люблю. Я вообще такой спонтанный человек. Захотелось вяжу, не захотелось могу не вязать. А так вот, в принципе, я, у меня в планах вот таких долгосрочных закончить все свои недовязы. Конечно, недовязы меня не текотят, и ничего, как бы, они, я против этого не имею, но хочется закончить все недовязы и вязать, как девочки некоторые вяжут, по 2-3 процесса, максимум 5. Это, конечно, фантастика для меня, но я буду к этому идти, буду стремиться. Я уже тут себе даже задумала, конечно, вот скажу, и опять может не получиться, не начинать новый процесс, пока не закончу 2 старых. У кого-то из девочек, я такое тоже слышала, и вот не помню сейчас у кого, кто так говорил, что пока не закончат старых 2 процесса, новые не начинают. Вот, я хочу так, потому что, вот когда вступала в совместные проекты, которые сейчас вот у меня идут на канале, я распроцессировалась так, что просто хочется уже закончить данные процессы, чтобы они не тяготили, они не тяготят, но тем не менее они лежат без дела. Это же нужно, можно уже вещь упомянуть, она все-таки еще лежит не закончена, поэтому я планирую себе, единственное, что я планирую в далеком будущем, закончить все свои недовязы и вязать только не больше 5 процессов, это даже потолок. Конечно, я знаю по себе, что это нереально. Очень люблю спонтанно начинать какие-то вещи, и они, как правило, получаются очень замечательные, на мой взгляд. Вот, дальше. Последний вопрос. Если бы вам досталась большая сумма строго на хобби, как бы вы ее распорядились? Как бы я распорядилась? Я бы, конечно же, купила больше пряжи, инструменты я бы только обновила. Знаете, мне всегда было жалко денег на дорогие инструменты. Я все понимаю, что они лучше вяжут, комфортнее с ними вязать, но я все-таки, наверное, жадная на дорогие инструменты. Может быть, я до этого еще не доросла, но был период, когда я хотела купить себе дорогие инструменты, был такой эпизод в моей жизни, когда я сделала заказ одной девушке через интернет, заказала зинги, укороченные спицы, целый набор. Затем я заказала кубиков, я не помню, наверное, спиц 3-4, наверное, я не помню, размеров разных. Потом я заказала себе обычных каких-то спиц, один, наверное, называется, я уже сейчас не помню, я выбирала там из списка. Также в этот заказ входила у меня пряжа, и девушка мне долго-долго не посылала, не буду я говорить, как ее зовут. И девушка мне долго-долго не посылала, и я, в общем, все спрашивала, когда, 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 причем денежки были уже отправлены за заказ. И я в итоге все-таки одним прекрасным утром проснулась и решила, что я не хочу, чтобы вот так со мной поступали. Почему так? Я отправила заказ, больше месяца жду свой заказ, отправила денежки, и девушка мне до сих пор не посылает, хотя я знаю, что у нее эти товары есть, в наличии. И, в общем, я аннулировала этот заказ. Была довольно-таки приличная сумма общего, общая, да, на заказ на этот, в общем, я тогда могла позволить себе это. На спицы могу сказать, что мне выделил муж. Когда я получила спицы от Анны, вязан стиль от Анны, подарочек от нее получила, там были спицы укороченные, да, то я поняла, что ими вязать очень удобно, хорошо, и мне понравилось. Я решила заказать себе целый набор. Но я, не получив своего заказа вовремя, аннулировала его, и поняла, что, наверное, все-таки не пришло время пользоваться мне пока дорогими спицами и крючками. Кловеров несколько штучек у меня есть, я закупала. Одни спицы, а один у меня двоечка есть на леске, на золотой. Я ей вяжу, но это как бы двоечка, маленький такой, размер, не все можно им вязать, да. А так я, в принципе, ничего не имею против дешевых, даже китайских этих инструментов. Довольно-таки тоже ими удобно вязать. У меня очень много, кстати, спиц длинных, старых еще. Я ими до сих пор вяжу, мне они нравятся, и я не против вязать старыми инструментами. Поэтому я ту сумму, которая достанется мне строго на хобби, распоряжусь, конечно же, куплю себе пряжу. Пряжа, она хлебушка не просит, лежит себе, ничего ей не нужно. А так вот, например, только обновить какие-то, например, недостающие наборы номера спиц, и все. Конечно, к хорошему нужно стремиться, но я пока считаю, что потратив сумму какую-то определенную на спицы, я лучше потрачу ее на пряжу, чем я куплю дорогие спицы. Ну, это, конечно же, пока может быть мое мнение такое. Вот. Поэтому оно не обязательно правильное. Кто-то нам не вяжет дешевыми, а я нет, я могу. В принципе, у меня много крючков дешевых, самых простых, много спиц, поэтому ничего против этого я не имею. и девочки, которые вяжут спицами не премиум-класса какого-то там, да, например, я ничего против не имею этого. Поэтому потрачу денежки, конечно же, на пряжу. И сейчас у меня еще бантики, поэтому могу еще потратить часть денежек, небольшую часть денежек на покупку лент и все, что к этому необходимо. Вот такой мой ответ на данный тег. Спасибо Александре, что придумала данный тег. Очень интересные вопросы. Было мне интересно повязать и отвечать на данный тег. Так, и девочки, кому тоже понравился данный тег, вопрос данного тега, то прошу, присоединяйтесь, отвечайте, и мне будет с удовольствием интересно послушать ответы на ваши, вернее, ответы на данные вопросы. Все, всем спасибо за просмотры, спасибо за лайки, за комментарии, немножко даже удалось не повязать, и все.